Сегодня 9 мая 2020 года, суббота. Мы пойдем совершенно другой дорогой. Покажем Барнаул. Тут еще надо разобраться, кто кого на прогулку выводит. Мы двое с ураганом проехали вместе 120 тысяч километров. Все государства Европы почти, от Владивостока из Барнаула до Лиссабона, Скандинавия, Прибалтика, Турция. Север уже без меня одну поездку сделали, братья. Вот мы сейчас с ним выходим. Сейчас прочитаем, что тут написано у нас. Все, поехали. Вот он выходит в калиточку. Подожди-ка. Вот так. Ну-ка, что тянешься? Пошли. Пойдем. Сходишь в туалет. Ну-ка, давай. Солнышко стало. Наверное, 8 часов-то есть уже. Тут крапива растет. Гуляй, гуляй. Ну, пошли. Рядом. Рядом. Ну, вот так, рядом. Вот он идет и рядом. Я иду. Светущая сирень везде. Рядом опь. Прекрасно. Вот мы сейчас пройдем здесь. Пошли. Вот она, мощащаяся к стене. Ну ладно, собака какая. Пойдем. Это не приток, а какая-то там, губа какая-то. Рыбаки вон идут. Везде одуванчики растут. Пошли. Рядом. Пошли. Рядом. Пошли. Хорошо. Давай, гуляй. Вот он, среди цветочков. Пробежит. Нам власть дана разрешение. Собак выгуливать. Потому что ничего не сделаешь. Люба с собаками. Там собачки. Вот он строился где. Подожди-ка, подожди. Ураган, дай я поводок возьму поближе. Ах. Давай. Везде собачки лают. Мы пойдем сейчас сегодня другой дорогой. В обратном направлении. Повернули влево из дому. По улице. Ну, маленько город покажем. Девятое мая очень. Такая известная дата. Вон она какая, собачка. Ой-ой-ой. Через забор. На цепочке сидит. Давай. Давай, идем. С ураганом легко ходить. Он послушный. Напоминаю, что он чемпион Сибири был. Потом стал чемпионом России. Ну, это человеческие награды. Ему другая выдана награда. Главный миссионерский пес всего мира. Может быть, за две тысячи лет. Проехал с нами только аж сонога было. 650. Видимо, в двух океанах купался, только плавал везде. И все это заснято у нас. Ну, представьте, из Барнаула до Владивостока. И там порт находка, и он купается. Черное море. Каспийское. Азовское. Каналы, реки. Все, его он везде нас охранял. Так нельзя. Везде траву разбрасывать, докхантеры эти. Глушители собак. Не надо ничего подбирать. Ты сытый. Тебе целый мешок собачьего корма привезли, нераспечатанный. Я первый раз, когда в клуб собаководства пришел, еще ничего не знал. А там была заведующая Сабина Марковна. Она ей говорит, ну, что сами идите, то и это. Она не знает, что мы христиане. Посты соблюдаем. Мяса я совсем в рот не верю. А рыба там месяцами в рот не бывает. Молока нет. Все растительное. Но она сказала так. Я засмеялся даже. Не засмеялся, а про себя так улыбнулся. Если я буду кормить ее, как сам ем, так она не доживет у меня до свадьбы. Вот оно, какое дело. Знаменитые места будем сейчас смотреть. Вот тут что-то площадка. Площадка разворачивается тут. Вон впереди видно элеватор знаменитый. Давай, гуляй. Гуляй, Гош. Пошли. Во! Вот это. Это губа такая. Маленький, как залив, что ли. Тут корабли заходят. У-у-у, как высоко. Тут если вниз полетишь, там в воде утонешь. Не выбросит песок. А вон дома большие. А вон там, между домами, вот здесь вот, видать, мост знаменитый. Барнаульский. Очень хороший мост. Красивый. И вот это. Тут рыбаки бывают. Сейчас мы пойдем дальше. Найдем, где опь. Самое. Так, пошли дальше. Пойдем. Гуляй. Он любит, когда его на длинном поводке ведут. А когда находится, сам идет рядом. Поводок видно, что болтается расслабленный. Ну-ка. Ничего нигде не собирать. Вот так далек, это не успеешь дернуть его. Так, пошли, 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 пошли. Сейчас я его посажу. Так. Сидеть. Сидеть. Ну. Лежать. Хорошо. Стоять. Молодец. Голос. Голос. Чужой голос. Ну. Голос. Голос. Ну. Ладно, ладно, ладно. Подожди. О, это не голос. Это стон какой-то. Ну подожди, сидеть. 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 Ну. Вот так пошли. Тут я даже не знаю, какое это деревце. С белыми цветочками. Как черемуха светет. Но это особый сорт. Сосны. Ну и. Много, множество. Сиреней. Самый расцвет. И тут же. Ну давай. Давай. Вон как потекло. Давай. Березы везде растут. Береза. Красота. Ну сейчас пройдем, может быть, совершенно другим. Ну что, ну все. Тянешь. Ну что тебе не видать здесь. Пошли. Пошли. Ничего там нету. Кайфуешься тут. Рядом. Ну везде, конечно. Много машин. Гаражей. Близко к зарослям никак. Тянет туда в них. А когда я иду по асфальту просто, тогда ему нужды нет. Сейчас мы кое-что увидим. Вот это улицы какие. Вот. Идет рядышком. Что-то загорожено. Какая-то компания. ППСК 368. Что это такое, не знаю. О, на столбе сколько. И объявления, и обозначения. Большое, высокое сооружение. Может быть, самое высокое. Элеватор. Какая просушка ведет. Мы с ураганщиком прогуливаемся. Без него я бы никогда и не пошел. Сидел бы там в ограде. Дом. Ну а теперь иду. Осталось один месяц ровно мне 10 июня. Мне будет уже 81 год. 10 июня. По старому 28 мая. В честь Игнатия Росовского чудотворца. Епископа назван. Это колориферы. Так. Сидел. Так. Там тоже собачки на поводу. Ещё вспомнить. Тут Шершнёв работал. Ещё был директор. Элеватор. Муки много у них. Всяких продуктов. И они щедро помогали. Просто щедро. И познакомились как? Через Голубей. Вот тебе и на. Вот лежит камень на дороге. Убирайте дороги камень. Расчищайте дорогу. Вот мы её сейчас сдвинем. Но. Увидал. Какая-то грейн теперь. Это элеватор всё был. Вот он какой. Красавец. Сейчас мы посмотрим. Что тут и как. Надписью все убрали. Значит. Их тут нету. А тут. Иди коршун летает. Что тут. В городе идут. Голубяти так мало. Что даже не видно нигде. Чтобы летали. А раньше было. Говорит. Много голубей. Голубей держали. Это всё. К леватору относятся. Вот рядом здание. С каким-то загибом. А вот они. Стоят. Стаканы. Как их называют. Я не знаю. Ёмкости. Элеваторные. Интересно тут было. Меня сейчас. Встречают однажды. В одном месте. Встретились. С директором. И был. Или кто. Шершнёв. Мужчина. Директор этого элеватора. И говорит. Мы многим помогали. Квартиры. Чтобы там купить. Работникам. Там каким-то. Мы по районам. Откуда пшеница-то поступает. И дальше говорит. Так. Теперь не хотят платить. Так мы ничего не можем с ними сделать. Вы. Мы подумали. Кто-то сказал. Говорит. Так вы лапкинок на них. Пошлите. Вроде напустите его на них. В долгу не останемся. Я говорю. Я что должен делать. Я-то могу что говорить. Только о суде Божием. А если этого нет. Я что могу сделать-то. Ну как-то бы на них там совесть пробудить. Ну совесть пробудить. Если он верующий. Если считает Библию. Верит в загробную жизнь. А как я так могу. Ну у них такое понятие было. Что никого больше не нашли. У меня в жизни было уже не один раз. Даже врагов мирить. И даже разделенные баптисты. И зарегистрированные. Мне дали слово сказать у них в Кызыле. Тувинской ССР. А там так против были. И друг друга видеть не хотели. И только я закончил проповедь. Общее примирение было. Слезы. Плащ и стон. Ну они были когда-то в одном месте. А теперь делались. Ну вот еще ему раз надо сходить. Давай. Ну главное это чудо в том состояло. Что никто не знал. Что они баптица православные. И они все. Откуда брат приехал? Откуда? Да вам зачем знать? Один старец задал вопрос о церкви. Я уже много раз слышал от них. А тут начал объяснять им. Ну пошли. Охрана. Что тут улица? Какая промышленная. 84. Повторяю. Хорошие у меня воспоминания об этом месте. Для детского лагеря помогали. Один раз было так. Я тут попросил сахару. Кроме муки там, макарон. У них сахара не было. И они вдруг привозят мне 4 полные фляги. Меду. И все это засургущено под печатью. Но мед коричневый. И стали говорить, что это патока. Я тогда показал настоящим пчеловодам. Они говорят, что это гречишный мед. Но более ранний. Самый ранний. Поэтому он не сахарится. Вот тебе и все. Авария какая-то. Была видна у машин. Вот она как. Вот мы идем по улице. Рядом. Рядом иди. Вот так. Видишь, как поводок-то опущенный. Он очень послушный пестик. Хозяин его, Пупков, Сергей Павлович. Видимо, мать назвала его в честь Королева. Кораблостроителя. Космоса. Может, даже биография чем-то у него была похожая. Хотя в космос не летал. А верит в Бога. Искренне. О. Вон оно куда. Лестницы. А там может истины оторваться. И сколько этажей тут. Ой-ой-ой. По этажам тут не скажут. А там еще вверху. Там антенны везде. Ой-ой-ой. Серьезная организация. Ну, это, наверное, уже соседи. А я иду, у меня на мне болтается тут намордник железный. На случай, если потребуется, надеть. Ураганщик. Он участвует в роликах множество. 650 остановок было. Мы там фотографировались с библиотекарями. Плавал он. Плавал. Играли с ним много на остановках. Он игривый очень. Запомнил, где-то там, в Румынии, кажется, было. Цыгане нас оккупировали. Не отогнать ничего. Как я вышел с ним, как он рякнул. Все отошло. В одном месте пацанята там приватизировали. Участок остановиться нельзя. Платить надо. Прям нахально лезут. Цыганята какие-то. Точно так же пришлось вывезти его. Он как рякнул. Ни одного нет. А в Германии, когда мы были, там у нас была остановка. Можно сказать, даже ставка небольшая. По их приглашению мы шенген открыли. Ну вот там кто-то что-то показалось мне, что им что-то нас не понравилось. Мы только закустик свернули, а дальше бегом. Бегом к своему убежищу. Газельки. Газельку спрятались. А еще в одном месте было. Сейчас не знаю где. В Австрии, кажется. Что-то вздумали на нас внимание обратить. Представители какие-то. Ну и полиция. Полиция ни в одной стране нам плохо не сделала. Нигде, наоборот, помогали. Вот так. Говорили, он защипирован. У него чип стоит вот здесь в загривке. Справки ветеринарные. Прививки. Все у него есть. Поэтому к нам претензий никаких не было. Нигде, кроме на Украине. Нигде так жадно в карман к нам не лезли, как Украина. Не то, что там, а именно, которые на таможне. Именно такие, о которых Петр Первый сказал, когда образовывалась эта кухня. Поставить туда людей таких-то, с самым малым окладом эти псы сами себя прокормят. Ну, что-то вот так вот было. Вот я первый раз увидел так. Ну, привязывается. Не такого цвета ветеринарная справка. Ну, какая разница какой. Ну, она справка. Нет такого цвета. Дал книги, пропускает. А другой обратно едем. Это вы были тогда дали. А мне такие книги дайте. Ну, книга-то это же. Не просто так. Мои изданные книги. Мы 650 основных сделали. Подарок сделали. 650 библиотек мира. Не имея денег никаких, мы подарили на 35 миллионов рублей. Про 100 Р. Большая, видна, организация. Вот какие стоят здесь. Здесь что-то караулят. Пошли. Рядом. Тут мы никогда не были. И пешком я тут ни разу не был. Ну, а тут... Я не знаю, какое состояние. Там самая изоляция называют. Но с собаками прогуливаться можно. Так не сказали. Потому что он вот дорогой сходил два раза. Пошли-ка. Пошли. Вараган. О, трясогузочка бежит. Да маленькая, да распушилась. Видать, где-то здесь под застряхой и нашла место. Вот тут какая-то организация, автосервис. Это надо понимать, что ремонт делают. Это все одна улица идет. Между нами улица. Мы потом там дойдем до центральной улицы и там пройдемся. Хорошо тут собака спит, не видит нас. Слава богу, это был лайк большой. Не знаю, какая-то улица, как называется. Ну, как-то называется. А тут по низу можно пройти. Нет. Нам нужно здесь идти. Пойдем-ка по железной дороге. Давай. По шпалам. О, нет, неудобно. Тут у меня сапоги развалятся. Сапоги мои, сапожки. Давай. Рядом. Вот мы прошли, тут уже далековато зашли. Вообще никогда не был здесь. Хотя я живу в Барнауле 8 месяцев подряд. И на день рождения уезжаю. Бывает, что иногда приезжаю по какой-то крайней надобности. Тут насел на нас один прокурор. И пришлось писать письма во все органы. И Господь так сделал, что его не слышно, не видно. А мы за него молимся. Разные партии, какие есть, писали президенту, генеральную прокуратуру. Мы ни в чем не виноваты. Я основатель детского лагеря. Давай. Детского лагеря. Ну а дедский лагерь Роспотребнадзор нас хорошо угостил. Мы его ликвидировали. Я начальник его. А теперь там образовали музей. Комплекс для бедных лагерей. Нельзя. 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 Вот эта вот дорога идет. Куда она идет? Идет правее. Мне надо именно правее. Думаю выйти. Она в тупик. Нет с чем туда идти. Пойдем здесь, возле железной дороги. Собаки лают не на меня. Враган, нам драться не надо. Ни с кем. Будь мирный. Вот. Домишки такие. И людям тут хорошо. Какие сарайщики, как они покрыты. Никого не касается. Люди живут свободно. Тут никакой вирус не пролезет. Свобода. Свой участочек. Что-то сажают. Редисочка. Помидорчики. Огурчики. Вот она. Крытая. Толью. Которая слабенькая. Такая. Нарошечная. Человек думает. Дешево взять. А дешево-то. Говорят, что. Скупой. Дважды платить. Но это уже про нас. Не буду обобщать. Но я именно так всегда смотрю. Но если есть возможность, я всегда делаю шифер. Шифер крепкая. Не продавливайся. И вот тут тоже. Заворот. И неизвестно куда. Если там улица. Видимо, эти дороги. Вот которые идут. Сюда. Они пробиты теми машинами, которые люди здесь живут. Тут никого нету. Никто никого не ловит. Имея в виду, что где-то не так сходится с указаниями старших. Все, две линии. Туда и сюда поезд. Но видно, что заросшее. И похоже, что поездов почти тут и не бывает. Вот так. Что за улица? Как ее называют? Этого я не знаю. Ну, хорошая. Вот мы с авараганщиком ходим. Говорят. Собака вывела хозяина на прогулку. Вот у меня это абсолютно так. Хотя у меня там 13 соток. Ездя ему побегать. Но обошелся. Ну, сам не буду же только там шагать. А тут я шагаю, смотрю. Ну и как бы в глазах своих статус мой другой. Я не лежачий. Мне 81 год будет. По милости Божией, как мне известно, я еще ни одной таблетки не съел. Видите, куда уходят? В тупик улицы эти. В тупичок. Вот они пошли. Нет, не пойдем туда. Даем до конца, раз пошли. Все. Опять потекла вода из тебя. Ах ты! Вот что-то строится. А может быть, уже достроилось. Люди живут. Никакой войны никто не ждет. Так что Господь придет, когда никто не ожидает. Будет строить, покупать, продавать, жениться, замуж выходить. Господь предсказал об этом. Матфея 24 глава. Евангелие от Луки 21 глава. Да и так понятно. Вот некоторые дома совсем другие. Высокие, крытые, по черепису, так сказать. Ну и тут куда? Практически упирается никуда. Пойдем дальше. Сейчас перейдем дальше. Папанинцев. Ох! Это поперечная улица, где-то понятно. Пошли. Меня интересует вот эта улица, по которой мы идем. Хоть бы в одном месте где-то было написано. Была вначале промышленная, не могла она превратиться в другую. А вот дорога. А вот для переезда, видимо, было что-то. Сиреньки. Огород уже приготовленный. Да и то 9 мая. Вот так я иду. Со своим ураганщиком. Ну, тут мы перейдем на ту сторону. Потому что тут куда-то пошла не туда дорога. Ну-ка. О! Трава. По голосу видно, что небольшая собака. Собачке дают знать, хозяин может выглянуть в окно, а другой еще и выйдет. Ну, пошли. Пошли. Рядом. Рядом. Господь благослови живущих здесь. Так. А ну-ка, пойдем, глянем, что тут есть. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Может быть, тут вот. Вон как. Разлив какой, где все затоплено-то. Ой-ой-ой. Вот мы в одном месте спустились здесь. Почти. Ну, вот, похоже, подальше маленько. Вон там, видать, где она течет. Пошли-ка. Это, наверное, та самая губа, которая заходили мы. Перегородили, чтобы машина туда не рухнула. Молодцы. Ну, она так и есть. А вон дальше оп течет, которая за этими вот деревьями. Это уже красавица оп. Ну, а дальше это ее разлив весенний. Ну-ка, пошли туда. Пошли. Тут уже некуда идти. Некуда. Пойдем назад, вернемся. Да. Не так все просто. Какие красивые места. Видимо, ранетки. Еще какие-то. Ну, вот, дорожка только до хозяев и дальше кончилась. Я так и думал. Ищет, живется время работа есть. Новый штахет достал. Обстановка изменилась. Никто ему не помешал. Ложиться спать сверху никто не стучит. В коридоре не курит, дым не проникает. Какие преимущества у того, кто живет в частной квартире. Никто ночью не буянит. забытый кран закрыть не забывайте, чтобы сверху текло. Вот так. Ну, это, конечно, тут баня была, может, или что-то. Кое-кто уезжает. Кто-то. Все равно, кому нужно, чтобы недорого было, можно купить. Вот собачка. Сейчас мы пошли дальше. Это средних размеров собачка. По голосу. Так вот бывает, человек знатный, он вышел там с Сахаров, Сложеницын, сказал, и все прислушиваются. Академик. В Библии написано, заговорил богатый и превознесли до облаков. Ну, богатый чем? Знаниями, званиями. Заговорил бедный, и все говорят, кто это такой? У меня интересный случай был. Был я приглашен и избран на конгресс интеллигенции Алтайского края. Хотя я не интеллигент. По выражению Владимира Ульянова, интеллигентом может быть тот, кто интеллигентом, кто усвоил все, что накопило человечество. А сам что усвоил? Только грабь. Отнять и разделить. Два арифметических действия знал. Попутно сказать. Самый великий преступник за мировую историю. Классами уничтожал людей. Виновен, невиновен, все под нож впустил. А ничего не знал. С ума сошел. О следствии его, вот оно. Рухнул этот колос на глиняных ногах. Ничего нету, раздробились. Союз нерушимый разлетелся. И все. Ни у кого не учатся доброму. Все завозят. По зарплате, по медицине. На каком месте стоят? Где-то в Зимбабве. Ой-ой-ой-ой. Я об этом тогда еще говорил им. Меня сажали. В 86-й год. В обвинение мне ставили архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Интериор репрессированных брал. Да, именно так. И о Ленине стихотворении там написал такое. У меня 4 тома стихов по 800 страниц. Каждая страница до строчки заполнена. 36 строчек эпиграфов из Библии. 3467 стихотворений. Я их стихи не называю, называю проповеди в стихах. Они не о шорохе платьев пишут. Они говорят о важном, о вечном. Ну, мы зашли далеко. Надо искать поперечную улицу и не дойти, видимо, до Аби. Она закрыта. Далековато. Вон какие здания. Вот мы сейчас повернем. Тут кончится эта оградка. Похоже, загороженная для детей. Разные инструменты. Молодцы. Тут баскетбол. А тут, видимо, зимой бывает каток. Вот. Я еще тут не был ни разу. Но то, что в частном порядке это сделали, значит, они сговорились, сложились, сделали. Дети на глазах. Конечно, это не библейские занятия, но и не по чужим квартирам шарить. И родители в какой-то степени защищают этих детей. Ну и все, мы сейчас повернемся. Дальше невозможно идти. Сколько мы прошли квартал, не знаю. но тут ему не проехать. Видимо, с той стороны подъехал и в тупчищок встал. Вот какие дома. Это город Барнаул. Площадочка. Я сам все время для детей разные строил спортплощадки. Мне это дорого. Конечно, все это у нас не так хорошо, но и повреждений не было. Качели. Там высота может метров пять качели. Это все вручную, столбы поставить, закрепить. Это было непросто. Вот, мы сейчас пойдем сюда. Мне надо, чтобы ураган шел не по дороге, а ближе к безопасности. Вот так. Сейчас мы тут узнаем, какая улица Шевченко. Вот этот я бы если был президентом избранным, вот этот вот запнулся я, я бы их убрал. Так называемые лежащие полицейские. Сколько вреда от них. Мы долго ездили. За пределами города, среди ночи, не видно. А машины на полном ходу их подбрасывают, шасти ломают. Шевченко, видите, как уважение к украинскому поэту. Ну, нельзя, нельзя. Непривязанная собачка оказалась. Ну-ка, вернись назад. Пошли. Вот опять лежит этот полицейский. Первым делом указан был бы президент срубить все до единого. Это дурь такая, сколько из-за него мучений. Около школы. Ученики прошли ночь, зима, никого не видно. Чуть-чуть приближ просто снегом. Машина едет на скорости, ее опять бросают, ломают. мы прошли ни день, ни два. Ездили четыре года, 120 тысяч километров. Хорошие собаки. Опять вот, третьи уже на долб. дома хорошие. Здесь уже не такие развалюхи. Нормальные дома, даже маленький домик. Смотрите, какой он. Благословен Господь. Что-то расширять дорогу могут. А, и здесь. А может быть попросили, чтобы гальку закрыть, что-то посадить. Ну, вот это улица. Это такая короткий переулок. Короткий. Я такого даже не знал, что он здесь. Короткий. Нам это не надо. Мы пойдем до проспекта. Если заряд не кончится, аккумулятор не сядет. Повторяю, это 9 мая 2020 года. Суббота. Суббота, шаббат. Шаббат. День покоя. День покоя для иудаизма, живых людей, верующих, ну, и тех, кто признает субботу. Для нас этот шаббат перешел на воскресенье. Вот он, это кто-то даже вырубил проезд. Оленьки. Ох, да большие такие. Зачем? Легли спать. Никого нет. Пустая улица. Нужно потихоньку переезжать. Это даже дурью нельзя назвать. Вредительство. Почему люди сегодня так? Сталина нет на вас. Да без Сталина тут обозиваться. У Сталина не было этих там разных террористических. Да когда были-то, когда все сидели? Вся страна была террористом. Что не понимать-то? Так вот дело обстояло-то. И не надо хвалить Сталин. Ему в аду места мало извергу. Сколько погубил, каких людей. Я беру только тех, которых все знают, как Вавилова. После него уже тут тоже хватало. вот мы идем по улице Шущенко. Ну вот маленький домик покрыт некому. Видно, что старые люди никто не нуждается в помощи. может быть такая обстановка, может быть заброшены. Это Барнаул. Красивый город. Много разных деревьев, сирень, елки, тополя, березы, клеон. Щеремок я не вижу, может быть она не расцвела. Красивый город. И был тут мир. Входил в десятку лучших мер в России, как говорили. Баварин Владимир Николаевич погиб в автокатастрофе. Я никогда, повторяю, не хожу на похороны неверующих людей. А тут пошел в дом спорта. Там он в гробу был. Он ко мне приезжал домой, помог получить то, что я за 11 лет судился. Собственность суду помог. Мировое соглашение было. 13 соток земли и два здания. Улица Шевченко. Вот так. Шевченко. Это не Сковорода, конечно, Григорий. Но говорят, что его выкупили. Писатели собрались, барину дали денег, обрел свободу. Ничего не могу сказать. Я все рассматриваю во свете Библии. Вот кто-то этот намордник, я называю, на глаза надевает, сопливщик. Эти маски для того, чтобы от тебя не летело, когда ты кашляешь, сморкаешься. А не то, что тебя постороннего, ничего не будет. Вирус везде проникает. Нас Господь милует пока. Вчера говорят, сообщили умер Амросий, Юрасов, Архимандрит Ивановский, Мастеря Женского. Господь благословенный. И вот мы пойдем Шевченко. Небольшая улица. Небольшая, то есть она не широкая такая. Стена сделана из железа. Железными плитами стоящие. Красивый город. Много здесь так называемых гасарбайтеров. Ну, не знаю. Как и что, только вижу, что много. Когда наши женщины идут, сестры, маленькие там бывают, одеты по-нашему, по форме, два платка под булавочку и платья до пола, они сразу останавливаются. Сестры наши, мусульманки. Мы говорим, нет, это христианки. Нет! То есть они никогда такого не видели. Да действительно мы их ничем не отличаемся внешне. вот там большой-большой сгорбан. Вот из-под воротни вот так бывает кто-нибудь восстает за кого-нибудь, а рот не пока не видно его и говорят из-под воротни вылез. Шевченко. Бульвар Обской. Занимать. А мы тут пройдем. я не знаю тут как мы пройдем ураганщик. Пройдем мы, нет? Ну, пройдем однако. Давай. Вот он молодец. Ой, как он послушный. березы. Я был сейчас скажу где в Сан-Сакраменто Америка и они говорят из России перевезли березы и как-то разрешили им провести. А вот чтобы кедр рос и давал шишки. Сейчас кажется Владимир Щевелихин об этом писал где-то в Швеции. Как он попал сюда? Сибирский кедр. Кедр это не просто так. Он трудно приживается. Значит нужно было в среду обитания перенести. Каким-то образом песок то так дальше взять. А это что-то такое. С Днем Победы. Видишь как празднуется День Победы. Правда никого нигде нету. А вот Лукашенко надо посмотреть. Он говорил у нас будет День Победы. День Победы. Я написал стихотворение на религиозную систему с тем же мотивом. Ее поют можете зарядить День Победы Игнати Лапкин. Вот так. Так неужели мы сюда пришли? Это даже не верится что мы сюда пришли. Наверное комсомольчики. Вот этот дом говорят это старинный дом его передали как с афганов приехали которых воятник. Остановился шофер пропустил нас. Вот она бочка такая молодец такой. Куда мы пришли-то? Да тут у нас занятия шли в университете техническом. Это Сбербанк. Это тут все-то наши левчаты работают. Посмотрите как Сбербанк. Здесь работал управляющий Песоцкий Владимир Филимонович. На пенсию ушел прекрасный человек. Ну и вот это тут видимо что-то такой разворот делают. Давай. Ну сегодня суббота не работает. А это если я не ошибаюсь городская больница. Шикарные постройки. Я там не был но батюшка там лежал. Знакомые там наши были. городская. Тогда в другом месте она была. Там я лежал. Операцию мне делал Шойхет Яков Нахманович. Доктор медицинских наук. Замглавой администрации города Краевой. Как я ему благодарен. Настолько успешно сделал операцию. И когда нас назначили против лагеря комиссию комиссию и он приехал все везде попробовал а районный который санэпидемстанции тогда была не госпотребнадзор а тот все ломался а этот берет и все попробовал и в колодчиках воду и все я его спросил когда встретились потом я говорю Яков Нахманович его зовут Яков Наумович а вот вы когда поехали это машина не одна кажется была с города то что была статья в российской газете это учредители российское правительство самая газета номер один про нас напечатаны с снимками и что против нас делалось назвали шапочные чистой силы преследовали и он приехал я говорю о чем вы разговаривали когда поехали от нас ну так разное ну припомните умница он говорит ну я сказал мужики то есть комиссия которая я по хорошему завидую этим людям о нас вот как он сказал повторяю вот когда люди говорят что-то на евреев это запретная тема их можно только благословлять Бог их избрал в моей жизни столько встречалось евреев и все мне помогали один стал священником священником Борщуков Наум Израилевич служит в городе Тбилиси вот мы проходим улицы вот это вот здание технического университета я в нем вел занятия 18 лет хорошие отношения были с ректором ректор Вестигнеев Владимир Васильевич при людях при всем профессорском составе подойдет ко мне обнимет поцелует поцелует и говорит поклонница я перед этим человеком преклоняюсь понятно у него был секретарь в леске или у лески так знакомый я что-то не совсем понял кто но бородой видно что хороший человек мы поздоровались а мы идем домой домой спускаемся вот здесь мы ходили два раза в неделю вторник и пятница может четверть уже совсем запамят барнаулс что это ну что-то тут есть общежитие а вон что аптека оптика это 9 мая 2020 года вот мы здесь находимся вот Мария Ракшин не в честь там египетского какого-то божества а конкретно Мария по всей вероятности жена у него по всей стране магазины хорошие да благословит его господь во везде флаги флаги в окнах флаги ну тут надо было договориться с хозяевами чтобы дома были повторяю везде флаги флаг российский вот это российский флаг он вне конфессиональной вне временной вне национальной почему нижняя сторона любое в любое тысячелетие сгодится это божественный флаг нижняя это кровь все рождается в крови дальше родился думай о небе вся жизнь повторяю Мицкевич сказал об этом земля пропитана кровью от коры до центра думайте о небе синее небо меня так манит знаю что там мой спаситель христос все в этом мире бесследно канет в небе не будет мести угроз и третья белая полоса великий белый престол откровение 21 глава и сидящий на нем от лица которого бежали небо и земля вот так а это там самого всегда жалко вот так вот так ДПС дороже, постовая служба или как-то переводится. Нам встречались не раз в милиции, нигде никто не тронул, даже не подошел, даже слова не сказал. Мы не знаем, как будет. Сегодня эта самоизоляция, кажется, последний день, а завтра видно будет. Распечать. Вот из Распечати. Тут, когда остаются непроданные газеты, я договорился, они мне оставляли. Я по 4 тонны отправлял в лагерь людям посчитать. Ну и религиозная литература, конечно. Кровище Алтайского государственного университета. С праздником Великой Победы. Ну так. Колледж. Колледж это приравнивается к техникуму. Так, по-моему. Институт дополнительно профессионального образования. Вот, колледж. Зачем? Когда было техникум, так хорошо, проспект Комсомольский. Зачем это вот все за этим? Вот об этом хорошо Владимир Вольфович Жириновский говорил. Президент. Ну почему президент-то? Ну ведь раньше по-другому называлось. Говорит, как назывался там, градоначальник. Что это мы так боимся-то своего языка? Полностью распластались перед ними. Я тоже так вот. Маленько укоротили, а то все. Называется Ториадор. Я подошел к ней, говорю, а что такое Ториадор? Не знаю. А почему так назвали? Это когда быка добивает. Вот вам кто-то к этому киоску склоняется, уже наклоненный бык, его этими ценами добиваете. Что вы? Я начальнику скажу. Да, конечно, надо сказать. Это насмешка над людьми. Реклама здесь. Это реклама. Вот как шло это. Но это не центральный. Я на центральную еще не проходил. Надо на центральную пройти улицу. Сейчас мы постараемся пройти. Вот никогда не знал. Это аптека здоровья. Аптека РУ. Доправка. Сейчас мы повернем. Найти надо переход. По переходу шагнем туда. Как раз отолетное училище. Вот у них самолет поднимается на взлете. Тут мы ходили дважды в неделю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ну какие здания здания большие кафе что это за такое ограду когда вот это училище расформировали летное высшим летное училище сонная а теперь институт юридической милиции и хотели в москву забрать вот эту ограду а и тут ковали ковали вручную он как и как-то отстояли красивая ограда и вокруг на хушилья чтобы не лазили через нее ну вот так мы с органом идем вот у меня на руке болтается у меня намордник повязка милиция что тут за организация это теперь вот я говорил может я ошибаюсь а можно посмотреть мой до россии с прекрасно государственной казино образовательного низшего образования вон как выше участковые полномочия что-то сделала с ним или так гвд россии по алтайскому краю в ложке участковые приемные дни нет слава богу живой никто его не тронул благослови господи благослови господи да это день и дальше все еще ограда идет это игра ограда идет видимо до проспекта главного московский проспект теперь он называется вилла вилл владимирич ленин о нем пророка еремея написано вилл падут стены вавилона стены вавилона и проглощена будет из усть его то есть это реабилитация похищенных им ну и о москве откровение апокалипсис 17-18 главы вот где же шифровка так и написано вилл и хотя у ульянова было много разных разных там псевдонимов кличек и старик его звали но однако остановился на элл ленин ленин назначат у лены щей ты марин марья щей лена и лена была ленин и на элл он замер и так обошел в историю вилл ну че хорошенький песик мой как бы не он не бывать бы мне тут сегодня а мы идем видим красоту барнаульскую сколько людей тут трудилось эти столбы приваривали ковали вручную приваривали красили как ощущали наждачкой ржавчину я видел это своими глазами и мы идем здесь по всей вероятности дальше была ограда видишь видишь какие тут ну чем то заняты склады мне тут многое дали 70 кетелей брюх 70 шинелей 120 подушек вот мы заканчиваем почти что уже почему то прервалось здесь я не видел ну тут ничего не было ограда одна летное училище и вот мы приближаемся к центральному проспекту города барнаула алтайского края российской федерации пространства леви 6 лес дв в леви 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 Продолжение следует...